всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшний видео я хотел бы поговорить про плагин хрома glow который появился у нас в обновлении logic pro версии 11 и хотя бы просто рассмотреть разные сценарии когда можно использовать этот ну довольно простой плагин я уже про него рассказывал в полном обзоре 11 лоджика который есть на нашем канале logic pro help если еще не смотрели обязательно поищите где-то должен быть недалеко здесь в закладке видео на нашем канале но там я рассказывал про этот плагин сейчас вкратце расскажу основные моменты первое он доступен только на процессорах м-серии то есть apple silicon это м1 м2 м3 так далее и соответственно если у вас включена вдруг розетта logic запущен в режиме розетта то этого плагина у вас тоже не будет то есть он работает только в нативном режиме и только с помощью собственно apple silicon процессора то есть на intel и не работает ну как я уже говорил обзоре поначалу непонятно почему такой вот именно упор идет на то что этот плагин работает только с apple silicon но может быть там действительно используются какие-то нейроядра для того чтобы генерировались гармоники значит что и такой chrome углов в принципе это такой обычный сатуратор которых на самом деле у довольно много у различных производителей на рынке но в лоджике вот прямо такого отдельного такого насыщенного но не было из аналогов ну может быть какой-нибудь saturn от фаб фильтров первое что в голову приходит по наличию режимов ну в принципе у многих разработчиков есть такие сатураторы просто с одной кнопкой и с выбором режима там у азотопа тоже есть подобные сатураторы то есть этот плагин который генерит гармоники то есть он в зависимости от выбранного режима здесь у нас их пять штук режимы собственно основаны на аналоговом оборудовании на схемотехнике это лампы это пленка это аналоговые преампы то есть транзисторы ну то есть были взяты за основу некоторые схемы каких-то устройств их перегружали и вот этот перегруз что такой перегруз когда у нас уровень перегружается схема перегружается от сигнала входящего и к этому сигналу на выходе у нас подмешивается куча вот этих паразитных всяких шумовых гармоник но как уже скажем так развитие звукорежиссуры и вообще саунд дизайна сложилось что много множество из этих гармоник наоборот влияют порой очень положительно на восприятие нашими ушами звука то есть бывает что отключаешь эти гармоники кажется звук это плоский какой-то безжизненный там высокие частоты очень какие-то противно высокие басы просто гудят и не несут все какой-то прям четкой информации и вот как раз здесь приходит на помощь такие плагины консатураторы которые чуть-чуть давали то есть это как приправа к блюду то есть это ни в коем случае не какой-то основной прибор для прямо без него что нельзя обойтись нигде нет это именно приправа очень такая точечная очень грамотная то есть там где она должна быть применена если научиться такими плагинами пользоваться в нужных местах и в нужной пропорции то можно из даже такого может быть и самого не самой интересной аранжировки там не самой лучшей записью может быть не через самое лучшее оборудование можно получить довольно классный и жирный плотный звук вот но еще раз повторюсь главное с этим не перебарщить то есть это не какая-то панацея которая спасет вообще от всех ситуаций но пользоваться этим тоже надо уметь и такими плагинами но сегодня мы поговорим конкретно про chrome glow и я просто расскажу несколько сценариев когда его можно использовать в каких моментах может быть это вас вдохновительные эксперименты этот опять же один из тех плагинов где нужно экспериментировать потому что в зависимости от материала куда вы кладете этот плагин применяете в зависимости от уровней вашего материала от там манеры игры и вот вообще в общей аранжировки сет у нас здесь на мастере стоит то есть этот плагин будет отзываться всегда по-разному у него есть довольно простые настройки сейчас мы вкратце по ним пробежимся но плагин как еще раз говорю он не совсем предсказуемый даст на сто процентов то есть это просто сатуратор который генерирует гармоники но эти гармоники опять же зависят от того материал который поступает на плагин поэтому еще раз говорю заранее что-то предугадать сложно поэтому с этим надо экспериментировать и вырабатывать такой некий свой вкус когда ты понимаешь что пора остановиться то есть дальше уже не нужно разгонять уже превращается все это в какой-то перегруз дисторшн то есть это уже неприятно звучит поэтому здесь это уже на совести каждого творца скажем так доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ к ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене что ж давайте познакомимся еще раз плагином если вдруг вы его первый раз видите или еще не пробовали значит у нас здесь собственно просто основная крутилка которая показывает нам сколько какое количество гармоник у нас генерится в зависимости от входящего сигнала то есть ну сто процентов это максимум и ноль и соответственно нет никаких вообще гармоник подмешивание здесь у нас есть то есть мы можем сделать много и их чуть-чуть подмешать или наоборот сделать мало но при этом оставить микс на сто процентов то есть полное подмешивание то есть этот плагин может работать в параллели дальше у нас естественно есть уровень входного сигнала уровень выходного то есть если вдруг у нас какой-то тихий сигнал нам не хочется его как-то здесь разгонять то мы можем разогнать внутри плагина например там поставить вообще до плюс 18 децибел довольно много. Таким образом, мы максимально перегружаем входящую схему, которая имитирует тот или иной прибор. Этот прибор начинает еще больше перегружаться, а потом мы это компенсируем соответственно понижением выходной громкости с этого прибора. То есть, представляете, это как вот такую коробочку, какую-то аналоговую, куда у вас вы вставляете провод с сигналом, и у вас из него выходит. Ну, как такая педаль обработки, например, гитарная. И вот, соответственно, вы компенсируете вот этими ручками, двумя этими параметрами входную и выходную громкость, а внутри у вас начинает уже происходить совсем другая история. То есть, в зависимости от входного уровня, естественно, гармоники у нас тоже их характер и их количество меняется. Поэтому, опять же, поле для экспериментов для этого здесь, собственно, и сделали возможность редактировать входной и... ну, входной сигнал для изменения работы плагина, а выходной для компенсации просто громкости выходной, чтобы у нас ни в коем случае громкость не увеличивалась. Про подмешивание мы поговорили. Также можно отфильтровать сигнал ниже какой-то частоты, потому что у нас, как вы знаете, низкие частоты, особенно там ниже 100 Гц, генерят очень большой импульс, скажем так, очень много мощности несут. И прибор наш виртуальный может просто раньше, чем нужно, перегрузиться. То есть, будут генериться такие гармоники, которые не совсем приятно звучат. И если мы хотим, чтобы генерировались гармоники только для высокочастотного сигнала, то есть, например, выше 150 Гц, ну, это может быть вокал, там, не знаю, гитары, какие-нибудь клавиши. То есть, если мы хотим, чтобы к этому у нас генерировались гармоники, а бас у нас особо не влиял на генерацию гармоник, басовые частоты в миксе, то мы, соответственно, можем здесь сразу офильтровать, и плагин будет слушать входной сигнал только выше вот этого значения частот, и, соответственно, гармоники будут тоже генериться от тех частот, которые у нас находятся выше вот этой отметки. Тем самым, не засоряя, не замусоривая наш спектр, есть у нас очень много басов, там, какой-нибудь Саббас, 808-й и так далее. То есть, тоже такая возможность фильтрации именно самой обработки, самих гармоник у нас есть. Дальше, слева у нас, естественно, режимы, то есть, RetroTube, ModernTube, это просто разные режимы, ну, скажем так, разное оборудование, которое бралось, схемотехника, которая бралась за основу для работы по генерации вот этих самых гармоник, ну, как заверяют разработчики, именно для воссоздания вот этих вот всех алгоритмов, как раз-таки нужен процессор Apple Silicon, который вот там как-то адаптируется к входящему сигналу и более подробно выдает тебе гармоники, ну, то есть, ближе, как бы, к живому прибору. Ну, будем верить на слово, конечно же, разработчикам. И у каждого из режимов у нас, как бы, есть два режима, это, точнее, у каждого из приборов у нас есть два режима. Это Clean, соответственно, максимально прозрачный, то есть, насколько возможно, гармоники, они будут создаваться, но они будут такими, ну, не супер бросающимися в уши, например, то есть, чтобы прям, ой, это прям суперперегуст. И, соответственно, наоборот, Colorful, это максимальный раскрас, то есть, гармоники будут очень явные, ну, более сильные, то есть, ну, скажем так, раскачивается просто выходная схема. И вот тут у разных режимов, у разных моделей есть свои какие-то, как бы, подразделения, Clean, Colorful, в основном, у всех. Ну, у кого-то есть SoftPress, HardPress, то есть, Squeeze, это как бы, когда мы прям жестко вгоняем сигнал в такую стену, стену, ну, как будто такая жесткая компрессия. И за счет этого тоже у нас появляется множество гармоник. То есть, вот, Squeeze как раз режим, как будто перегруженный компрессор. То есть, вход компрессора перегрузили, и он уже на выходе генерирует уже не столько тот сигнал, который на него приходил, который, сколько уже такой искажен на такой овердрайв сигнал, скажем так. И аналог преамп тоже у нас есть. Clean и Colorful. То есть, вот у нас по два режима. Значит, сейчас у меня плагин стоит на мастере. Давайте сейчас послушаем и поэкспериментируем, как у нас звучит этот плагин. Сейчас я убираю на ноль ручку драйва. Микс у нас 100%. То есть, полное подмешивание. Звучит весь микс. Здесь у меня просто барабаны, бас, гитары и клавиши. Давайте послушаем. И давайте, собственно, поэкспериментируем. Вот видите, в аналог преампе при сильном драйве даже чуть подрезаются высокие частоты и звук такой становится более серединистый. Если мы поставим ретро тюб... Чем хорош этот плагин? Он может выступать в роли такого клипера, можно так сказать. Потому что он, по сути, повышает среднеквадратичную громкость воспринимаемую. То есть, то, что мы, собственно, и слышим, как громко или тихо. А при этом пиковые значения у нас практически не меняются. То есть, у меня здесь довольно острые барабаны, видите, прям с такими явными транзиентами. И они нам уже сразу как бы задают планку всего диапазона нашего динамического. То есть, в данном случае у нас доходит где-то до минус пяти. А все остальные элементы, они как будто чуть сзади этих барабанов. Но вот ставя просто такой сатуратор на мастер, ну, там, предварительно, допустим, понимая, что дальше у нас еще будет какой-нибудь лимитер стоять, мы уже как бы повышаем среднеквадратичную громкость. То есть, то восприятие громкости, люфсы те же самые от звука. Но при этом у нас именно в цифровом пиковом значении особо звук не увеличивается. То есть, тоже такой психоакустический эффект, такой подобной сатурации. И это тоже помогает сделать более такой насыщенный мастер при мастеринге трека, но при этом не задирая и не сжимая через лимитер слишком сильно на звук. То есть, мы видим, что громкость сильно не меняется, когда я включаю-выключаю, но при этом воспринимаемая громкость явно ощущается больше, когда у нас плагин включен. То есть, опять же, с этими режимами можно экспериментировать, они будут каждый раз выдавать разную информацию, поэтому сейчас я прям все их слушать мы не будем. Обязательно поэкспериментируйте на своем собственном материале. Давайте я попробую полный спектр сейчас, чтобы услышать, как к басу генерятся гармонии. То есть, слышите, когда я опускаю вот этот фильтр, то есть, практически весь диапазон захватываю, то бас начинает как будто чуть бубнить. То есть, где-то это приветствуется, где-то, наоборот, может, этого не хватает, этого бубнижа в миксе. Ну, здесь конкретно бас довольно явный, поэтому я бы, конечно, все-таки решил бы оставить фильтр включенным, то есть, не генерировать гармоники для нижних частот, чтобы бас у нас не превращался в такую вот назойливую, бубнящую какую-то историю. Но при этом, ко всему остальному, у нас довольно приятные гармоники генерятся вот в этом режиме. Всегда можно подмешать, то есть, можно поставить больше драйва и подмешать. То есть, у нас начинает более ярко звучать гитара в данном случае, барабаны тоже чуть-чуть такие становятся более плотными. Ну и, как я говорил, опять же, вот эта общая воспринимаемая громкость становится большей, потому что звук становится вот таким более плотным. При этом транзиенты, еще раз повторюсь, у нас остаются на тех же местах, у нас громкость не увеличивается физически, ну, точнее, в цифровом эквиваленте. Поэтому у нас никаких проблем там с перегрузами и так далее уровней не будет. Но вот это помогает вытащить звук. Какие у нас еще есть варианты использования? Ну, вот я уже сказал, что у меня здесь есть барабаны. Давайте сейчас на мастере отключим. У меня есть барабаны, которые у нас такие довольно острые звучат. Сейчас, давайте уберем драйв, подмешивание. Что я могу сделать? Могу также вот увеличить их как бы сустейновую историю, потому что у нас гармоники будут генериться вот где-то между ударами в основном. Тем самым удлиняя звук барабанов, то есть у нас вот эти тихие хвосты будут как бы увеличиваться, а при этом пиковые значения, наоборот, чуть сглаживаются, потому что так работает аналоговое оборудование, перегруз, то есть начинает чуть-чуть как бы ножницами как будто бы подрезать вот эти пики верхние, но при этом все остальное как будто становится более насыщенным. То есть, ну, так работают сатураторы. И вот с барабанами это бывает очень хорошо работает. То есть слышим, что начинает чуть-чуть выдвигаться ревер, который есть уже в самом файле. То есть можно сделать какую-то определенную обработку, послушать ее на 100%. И чуть-чуть откатить. То есть это такое частое применение подобных плагинов. Вот, например, группе барабанов. То есть таким образом оно будет звучать чуть поинтереснее. Какой у нас еще есть вариант использования? Ну, например, с клавишами. Вот у нас есть клавиши, которые так звучат. Что мы можем сделать? Мы можем воссоздать эффект такого ретро пианино, например. То есть сейчас они довольно ярко и плотно звучат, а мы можем сделать, как будто они записаны с какой-то пленки. То есть для лоу-фай звучания это прям вообще тоже отличная находка. Возьмем прям магнетик, то есть режим пленки. Сделаем colorful. Поставим прям драйв по максимуму. Подмешивание тоже сделаем на 100%. Ну, а на всех случаях оставим фильтр вот этот, который у нас не генерирует гармоники ниже 150 Гц. Хотя у нас здесь в партии довольно высокочастотная, поэтому нету здесь особо никаких низких частот. Но дальше у нас есть еще фильтр. То есть фильтр у нас может работать как при, то есть до обработки драйвом, и так пост, то есть на выходе уже. То есть когда у нас драйв сработал, сгенерировал нам все гармоники, а потом уже из полученного сигнала мы вырезаем какие-то частоты. И вот как раз можно поэкспериментировать. Ну и давайте поставим в пост. Я включаю оба фильтра. И сделаем, например, фильтрацию там где-то от 750 Гц и до где-нибудь 2 кГц. Ну то есть можно, например, всегда сделать таким образом какой-нибудь типа а-ля интро. То есть, например, вот у нас есть какая-то интровая часть, где у нас звучит такое фоно. И вот даже просто автоматизируя изменение параметра mix, мы как бы возвращаемся в уже чистое фортепиано. Ну то есть тут много вариантов есть для экспериментов. То есть это не обязательно использовать плагин чисто как такое украшательство небольшое. Можно его прям очень делать явным, этот эффект. Но этот эффект использовать как спецэффект для создания каких-то аранжировочных, например, движений. То есть в каком-то месте зафильтровать. Это можно также с голосом делать, с вокалом. То есть тоже такое делать а-ля ретро. Чуть-чуть как будто там с пленки или откуда-то, может, с виниловой пластинки звук идет. То есть комбинирующие с какими-то другими плагинами, эффектами можно делать такие истории. То есть в принципе плагин довольно простой. Как вы видите здесь, как я уже показал, есть фильтры. Сама схема генерации гармоник тоже довольно простая. Здесь еще визуально все показывается, насколько там много гармонии генерится к нашему сигналу. Опять же, все это зависит от входного уровня в том числе. То есть если вот я сейчас возьму тот же рояль, который у нас в принципе не особо громкий. И сейчас я его, например, здесь перегружу. Давайте я, например, сделаю минус. Там 16. А здесь наоборот плюс. То есть видите, насколько прям много-много гармонии генерится. То есть вот таким образом тоже можно использовать данный плагин. Поэтому думаю, что теперь вы уже поняли его возможности. Обязательно экспериментируйте. То есть его можно использовать и в параллеле. Не обязательно его ставить прям в инсерт. Хотя у него здесь есть ручка микс. Поэтому прям через сент его, наверное, смысла нет использовать. Проще просто ставить на сам канал и подмешивать ручкой микс. И прописывать даже автоматизацию, если нужно в какой-то части песни, чтобы был дисторшн, в какой-то не был. Поэтому прям через сент не обязательно использовать. Но вот как инсерт-эффект для отдельных дорожек, для отдельных групп дорожек. То есть барабанов, например. Или там всех гитар, или всех бэк-вокалов, допустим. И как на мастере такой общий сатуратор, который, как я уже показал, чуть-чуть разгоняет нашу громкость, воспринимаемую у всего микса. Это очень хороший прибор. Поэтому пользуйтесь им. Опять же, экспериментируйте. Не перебарщивайте. То есть здесь самое главное, не перебарщить. Потому что можно очень легко погнаться за вот этим перегрузом. И он как будто становится прям таким слишком разукрашенным. Вот. Ну что ж, пишите в комментариях, пользовались ли вы уже этим плагином. Планируете ли им пользоваться? Как вам, было полезно видео или не было? А мы с вами увидимся в следующих видео. Обязательно подписывайтесь на канал Logic Pro Help. Не забывайте про наш Telegram-чат тоже в Logic Pro Help, где мы постоянно общаемся, обмениваемся опытом по Logic и не только. Я всегда на связи. Задавайте ваши вопросы. Самые интересные вопросы я буду разбирать здесь, на нашем YouTube-канале. Ну, всем успехов в творчестве. С вами был Дмитрий Урсул. Увидимся в следующих видео. Всем пока.